Играю партию на ческом. Мой соперник это международный мастер. И сыграю против него кони в 6. Он, наверное, сейчас будет каталон разыгрывать. Но я поставлю вот такую стеночку со слоной в 5. Есть в каких-то вариантах ход кони h4. Не знаю, пойдет ли так соперник. Отойду, если что, слон g6. Есть еще ход слон е4. С расчетом на то, что он возьмет конем, я возьму де и g5. Но он может просто сыграть f3 и потом е4. Получается, я просто, наверное, подарю ему ход. А что если слон g4 сыграть? То есть попробую оставить слона на связке. Вызвал g4 и считаю, что это ослабление короля. Ему будет труднее развить инициативу. Потому что постоянно нужно думать будет. О своем монархе. Ферзь b6 теперь. Пытаться привязаться к пешке d4 нужно. И может быть где-то g5. Чтобы потом коня перевести через f8 на g6. Есть такой план. Правда, после коня f3 пешка подвиснет. Это мне не очень нравится. Поэтому пока конь g5. Поближе к пешке h3. Уйду в 3-0. И мой план будет основан на атаке пешки h3. Жертва, естественно, пока не проходит. Нужно отходить. И здесь уже, наверное, можно будет где-то g5 подорвать. Пока что не получается. Соперник грамотно все расставил. Здесь конь f8. Может быть где-то f5 получится идея. Попробую так сыграть. Хочу раскрыть короля. На проходе он не взял. И получается, что позиция стала совсем закрытой. Теперь мне нужно отвести короля, чтобы перебросить ладью на c8. И осуществлять план fc5. То есть прорыв на другом фланге. И здесь тоже соперник мне мешает. Осуществлять задуманное. И вынужден признать, что моя позиция становится все пассивней. Наверное, придется здесь дальше запирать ее. Где-то удерживать ничью. После конь b6 и конь cf на d7. Хотя я не сомневаюсь, что соперник будет играть на победу. И пытаться прорваться. Наверное, ладья a6, ферсия 1 где-то последует. Или же полезет конем, да, через b3 на a5. Например, туда. Так, конь c5 решил. Ладно, заберу. Король b7 и ладья a8. В принципе, позиция закрыта. Я думаю, что здесь два коня мои ничуть не слабее, чем его слоны. Один из слонов вообще превратился в пешку. Но я думаю, что да, игра здесь на победу. Это просто будет смесь оптимизма и мазохизма. Поэтому буду просто стоять и ждать, что сделает соперник. На h5 есть у меня такая реплика, как конь f8, например. И на hg конь g6. И в принципе, поле h4 держу. Хотя, наверное, можно даже обойтись без этого. Сыграть gh и потом конь на f8. Такая стойка. Если он ничего не делает, то я просто задвигаю g6, и это ничья, как минимум. Но он пропустил вперед слона, да. А вот теперь мне нужно думать, как его поймать. Потому что я могу где-то сходить g6. Пока что, разумеется, нельзя. Пешка под боем. Правда, у него самого есть ход g6, но он это не делает. Не знаю, почему. Ладно, закрою позицию. Я думаю, что этим ходом просто фиксирую ничью. Хотя тут можно подумать еще, как защитить пешку c6. Если я смогу ее защитить, то я выиграю слона. Но вряд ли мне это позволит соперник. Так что приходится просто танцевать конем туда-сюда. Предлагаю ничью. Соперник как-то хочет выиграть. Наверное, по времени. Других просто способов я не вижу. У меня же еще есть ходы королем. Не знаю, на чем он тут рассчитывает. Просто доигрываем партию. Возможно, считает ход с лунжей 6. Пока не могу понять. На чем он тут задумался. Да, взял. Я уже могу просто стоять. А при случае еще начать играть на победу. Не попадаюсь в ловушку. Потому что если бы перевел коня на е4, получил бы просто слон е1. И мой конь был бы в капкане, и я бы проиграл. Поэтому должен был отойти конем на а3. И после этого уже, естественно, ничья.